МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы, реалисты, должны понимать, кризисы приходят и уходят. И этот нынешний трудный экономический период, он не первый и не последний. Значит, нам нужно иметь оружие, которым мы пользуемся при возникновении сложности в экономике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши люди уже, они все-таки, что называется, ученые. За последние годы они способны отличить правду от популистских выступлений, от просто болтовни. Поэтому мы должны предлагать только то, что мы можем выполнить. Но стремиться к тому, чтобы выполнить как можно больше. К сожалению, в сегодняшней России наука, техника и инновации остаются в сложном положении. Доля инновационных продуктов в промышленном производстве у нас в десятки раз меньше, чем в развитых странах. Почему это так? Почему это так? Потому что у нас сегодня не создана инновационная система. То есть система, которая позволяет достижения, которые дает фундаментальная наука, неважно, где в Академии наук или в высшей школе, быстро доводить до полки. Для того, чтобы это происходило, чтобы это шло в практику, и потом мы с вами пользовались бы мобильными телефонами нашего изготовления, не хватает одной очень важной промежуточной цепи. Эта цепь называется инновационный элемент. Вот как происходит рождение новых товаров, значит, инновационных товаров. А действительно, наш процент инновационных товаров очень низкий. Вот в Академии наук или в высшей школе, сейчас неважно, возникает какая-то идея. Эта идея ученые разрабатывают и выдает какой-то эффект. Какие-нибудь полупроводники особые или лекарства. Вот. Потом, потом, это все должно попадать в прикладные институты, которые занимаются тем, чтобы эту идею реализовать до полупродукта. Не продукта, а полупродукта. Полупродукт. Обычно, да, и вот когда этот полупродукт, значит, создан, дальше идет производство и полка магазина. Так вот эта часть, если уберем отсюда 10% науки фундаментальной, она составляет 80%. То есть 80% это прикладные НИИ, КБ, сертификация, совместимость. То есть вещи, которые являются прикладными, они не являются в полном смысле научными. И вот эта часть раньше, в той системе, с которой мы уже ушли, да, вот, она принадлежала министерствам. Вот каждый министерств, а их было 132 министерства, имело свою прикладную науку. И оно тащило вот эту цепочку до полки. Хорошо тащило, полка тащило. Тащило. Где-то хорошо, где-то полка. Но у нас были достижения, были недостатки. Сегодня вот этой цепочки нет вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...